Была проведена очередная плановая проверка соблюдения земельного законодательства в Шадринском районе. Государственные земельные инспекторы межмуниципального отдела по городу Шадринску и Шадринскому району, Управление Росреестра по Куруганской области проверили соответствие фактических границ земельного участка в селе Ключи, а также то, используется ли он по целевому назначению. До того, как отправиться на место и приступить к проверке, земельный инспектор провел серьезную подготовительную работу. В ходе нее изучаются различные доступные информационные ресурсы, в государственном кадастре недвижимости заказывается выписка, устанавливается собственник участка и так далее. При проверке измерений участка было использовано высокоточное геодезическое оборудование, которое делает работу государственного земельного надзора более простой и эффективной. Что важно, данные, которые инспектор получает, отличаются высокой точностью. Технологии, конечно, наши шагнули вперед, и сейчас мы используем не только мерные ленты, всем известные, но и лазерные дальномеры. С помощью аппаратуры земельный инспектор на месте осуществил обмер земельного участка по внешним границам. Это было сделано для того, чтобы определить, используется участок в границах или же его размер незаконно увеличен. Здесь земельный участок гражданка использует надлежащим образом, она использует его по назначению, то есть у нее назначение для личного подсобного хозяйства. Как мы уже видим, растут цветы, растут овощи, тепличка стоит, то есть человек использует его по назначению. И самое главное, она использует его в границах, то есть человек не пригородил, земельное законодательство не нарушено. Собственница этого земельного участка убеждена, что осуществлять проверки соблюдения земельного законодательства крайне важно и необходимо. Я считаю, что если мы хотим в стране порядка, то все живущие здесь должны быть законопослушными гражданами, исполнять законы своего государства. Поэтому я никогда не нарушаю законы. За отведенный участок земельный вовремя мы платим все налоги. Этот земельный участок используем по назначению, выращиваем много цветов, там на участке овощи для себя, фрукты, ягоды. Никогда не было желания прирезать или присвоить себе чужой участок. Вполне достаточно того, что мы имеем. Подобных положительных примеров немало, но, увы, отрицательных не меньше. Среди самых частых нарушений земельного законодательства – самовольное занятие земельных участков и использование их без надлежащих документов. Кто-то перенес забор на метр и считает, что это никто не заметит. Ну а кто-то же огораживает полисадники капитальным забором, а это тоже является нарушением земельного законодательства. Есть и те люди, которые используют участки не по назначению. К примеру, если участок оформлен для личного подсобного хозяйства, заниматься на нем предпринимательской деятельностью собственник не имеет права. Если ранее для проведения проверок необходимо было присутствие владельцев земли, то теперь они могут проходить и в их отсутствие, при надлежащем уведомлении граждан. Тогда земельный инспектор проводит обмер по внешним границам земельного участка, устанавливает характерные точки и делает фотосъемку. И здесь уже становится очевидным – участок используется в границах или же пригорожен. Проводятся и административные обследования земельных участков, которые проходят без привлечения собственников. При этом проводятся исследования земельных участков без выезда на местность. С помощью космо-аэрофотоснимков поверхности земли используется и информация, которая содержится в открытых и общедоступных информационных ресурсах – архивных фондах. Далее земельные инспекторы сравнивают актуальные данные с информацией, содержащейся в государственном кадастре недвижимости. Проверяют, проводилось ли межевание и кто является собственником данного земельного участка. По результатам каждого выявленного нарушения земельный инспектор составляет акт и выписывает предписание об устранении нарушения. На это человеку дается полгода. Штраф же придется заплатить в любом случае. После истечения срока предписания мы выходим на внеплановую проверку. То есть мы до конца доводим, чтобы гражданин оформил земельный участок, либо освободил его. Всего в Шадринске и Шадринском районе за первое полугодие 2016 года проведено 223 проверочных мероприятия, в результате которых выявлено 117 нарушений земельного законодательства. В основном это самовольное занятие земельных участков и неисполнение предписаний в срок. К административной ответственности по итогам проведенных проверок привлечено 52 нарушителя. Только в Шадринске и Шадринском районе на нарушителей за 6 месяцев текущего года ведомством наложено штрафных санкций на сумму более 325 тысяч рублей. Штрафы возросли многократно. Если раньше штраф за нарушение земельного законодательства был от 500 до 1000 рублей, то сегодня он изменился с марта 2015 года. Минимальный штраф это 5000 рублей. Поэтому я еще раз обращаюсь к гражданам, что не ждите, когда придет инспектор, оформляйте свои права. Тем самым вы обезопасите себя от негативных последствий.